Более чем 800 работ художественных и декоративно-прикладного искусства фотографий участвовали в конкурсе. Победители были представлены на выставке, предваряющей гала-концерт. Пришедшие на мероприятия поражались не столько количеством произведений, сколько разнообразием жанров, материалов, идей, творческих замыслов и находок. У меня дочка занимается в художественном кружке. Мы очень рады, что проводится в нашем районе такое мероприятие. И нам приятно посмотреть на работу других детей, на их достижения, что это все у нас здесь рядышком проводится, такие таланты роскошные. Дмитрий Волков, первый заместитель главы администрации района, поздравил всех участников веснушки с проведением 23-го фестиваля. А от имени главы района Олега Хромова пожелал не останавливаться на достигнутом. Около тысячи ребят участвовали в номинациях вокала и хореографии. А победителям в этот день было дано право выступить перед собравшимися. И небо, и воздух, и ветер озорной, И даже эти звезды поют со мной. Я занимаюсь с пяти лет. Получается, я занимаюсь с десять лет уже. Я хочу стать врачом и так продолжать заниматься танцами. Я занимаюсь одиннадцатый год, с четырех лет. Хотелось бы продолжать заниматься дальше. Потому что без этого уже жизнь, кажется, такой красочной. Мы цен детского творчества «Импульс», студия спортивного танца «Энергия». Мы заняли гран-при. Я думаю, что это наше достижение. Добро и красота, творчество и созидание – символы, на чём держится мир. Усилия педагогов дополнительного образования и направлены на воспитание в детях этих устремлений. Дети, я вам хотела бы сказать о том, чтобы вы понимали, вы не просто занимаетесь вокалом, хореографией, декоративным творчеством, лепите, вышиваете и так далее. Вы творите добро. Вы – созидатели. И я хочу вам пожелать, чтобы вы на этом пути не останавливались. Пусть злой гений разрушения никогда не коснётся ваших душ. Концерт победителей «Веснушки-2016» длился более двух часов. Людмила Медведева и я, Адамия, Елена Кошлева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова